Девчонки, всем привет! Меня зовут Марина, и в этом видео я расскажу про свои любимчики 2012 года. У многих девочек уже снято такое видео, я тоже решила его заснять. Первое, с чего я начну, наверное, это с тональной основы. Тональников у меня где-то штук 7, и как-то все, в принципе, они мне нравятся. Что-то на лето лучше, что-то на зиму лучше, но могу выделить один тональник, который мне вообще очень понравился. Это всем известный от Maybelline Dream Nude Mousse. Очень он мне нравится, он действительно как мусс, он очень легкий, он не скроет сильно какие-то покраснения, недостатки. Нет, всего этого он не сделает, но в принципе мне это не нужно, потому что кожа у меня, слава богу, нормальная. Держится он целый день, замечательный тональный основ, ложится тоже великолепно. Очень я ее люблю, все лето я им пользовалась, я не знаю, сколько там осталось, к сожалению, не понять. Но очень я им довольна. Закончится, наверное, еще куплю. Далее, далее я покажу также от Maybelline, это корректор. Тоже многие девочки его любят, и я тоже его очень-очень люблю. Это у меня в оттеночке 0,3. Отлично замазывает синяки, главная моя проблема, это все-таки небольшие синяки под глазами. Он с этим справляется, очень его люблю, каждый день пользуюсь. Кстати, он у него уже кончается, обязательно куплю еще. Так, далее. Переходим к бровям. Практически целый год я пользовалась карандашом для бровей от Essence, но он все-таки немного отдавал в ржану, и он был с блесками. Это мне не очень нравилось. И тут недавно я купила также от Essence вот такой вот наборчик для бровей. Тут, как я поняла, для блондинок и для брюнеток. Это мой москет, я просто обожаю. Идеально подходит оттенок мне, я каждый день его наношу, он не рыжит, он не темный, он просто идеальный для меня. Я очень-очень довольна, что я его купила, стоил, тем более он там 130 рублей, но очень дешево. Присмотритесь, блондинки, я думаю, вам понравится. Далее, далее пойдут тени. На самом деле я выбирала продукты по такой схеме, что вот знаете, вы покупаете продукт, и вот даже не знаете, вот рука сама тянется, тянется к этому продукту, и вот нельзя это объяснить. И этот продукт у меня следующий от L'Oreal, бежевая комета. Всем известная, всеми любимая бежевая комета. Мне тоже она очень нравится. Я его использую и под бровь, и как хайлайтер, и просто монотени. Отличный тень, держится без базы целый день. Не знаю, я все хочу, наверное, прикупить еще что-нибудь с этой серии, но вот пока как-то, не знаю, мимо прохожу. Но вот эти тени просто незаменимы в моем макияже. Так что я считаю, что это, конечно же, лучший продукт от L'Oreal из теней. Далее, далее я покажу тоже мою любимую палетку от теней. Это от Essence. Палеточка на каждый день. Также им можно оформлять брови. Есть тут матовый оттенок последний, самый вот этот, темненький. На самом деле палетка очень-очень классная. Я ею часто пользуюсь. Единственное, что они при нанесении чуть-чуть осыпаются, но это не проблема. Так что тени я тоже их очень люблю. Вот именно вот эту четверочку. Больше у меня пока не было других теней от Essence. Так, далее. Далее я пропустила базу от Lumine для глаз. Тоже мой незаменимый фаворит. Если честно, я не пробовала ни Ardeco, ни какие-либо другие базы, потому что я купила Lumine. И все, я в нее влюбилась. В принципе, мне больше ничего не надо. Кстати, она очень экономичная. Нужно чуть-чуть капельку. У нее такой носик. И вот, верьте, не верьте, я ей пользуюсь уже год. И мне кажется, только половины нет. Так что очень экономичная. Всем советую. Далее. Далее, что я вам покажу. Также для глаз. Для глаз у меня подводка любимая. Это, конечно же, от L'Oreal. Я очень ее люблю. Она отлично наносится. Без комков. Она очень пигментированная. Она никуда в течение дня не исчезает. Не трескается. Не размазывается. Также огромный плюс, когда вы только ее нанесли, можно уже варгать. Ничего не отпечатывается. То есть супер подводка. Единственное, что она не очень, наверное, все-таки бюджетная. Потому что стоит она 400-500 рублей. Но все-таки, я считаю, она стоит этих денег. Подводка отличная. Это супер лайнер. У меня, конечно же, в черном оттенке. Так что тоже всем ее советую. Так, далее. Далее, что я вам покажу, это, конечно же, для губ. Я долго думала, что же вам показать для губ. Потому что, в принципе, мне все нравится. Очень многие, точнее, продукты мне нравятся. Но я могу выделить помады. Одну серию помад. Это вот от Гош. У меня их две штучки. У меня в 0,34 и в 43 оттенке. В 43 оттенке, конечно, я пользуюсь менее. Мне чаще, как это сказать, в общем, реже я ее пользуюсь. Она достаточно яркая на каждый день. Вот так вот она выглядит. Но тоже очень красивая. Чем мне эти помады нравятся? Тем, что они хорошо ложатся. Они держатся достаточно долго. Они не подчеркивают никаких ни шелушей, ни вообще ничего. Также она очень хорошо увлажняет. И не чувствуется на губах. То есть помады мне очень нравятся. Стоят они где-то 300 рублей. И достойный продукт, я считаю, очень достойный. Далее, что я вам покажу. Конечно же, для губ это незаменимая вещь. Это кармекс. Очень я люблю этот бальзам. У него уже половины нет. Обязательно еще закажу. Кстати, вот думаю заказать, потому что пока оно дойдет. Месяц ждать. Так что я, конечно, наверное, закажу скоро. Так, предпоследнее, что я вам покажу, это, конечно же, кисточки. Кисточка – это незаменимая вещь. Это 217-я. Куда же без нее? Очень я люблю. Отлично растушевывает. Каждый день я ее пользуюсь. И также кисточки мои любимые, незаменимые. Вот я считаю, что если вы купите эти кисточки, больше вам никаких не нужно. Это вот такой вот набор от Экатус. Точнее, два набора. Один набор для глаз. Незаменимые кисточки. Они делают все. И в складочку. И можно растушевать. И под глазами накрасить. То есть все, что угодно. Тут также для румян, для пудры. В общем, мне кажется, супер кисточки. Кто еще не заказал, закажите. Стоит набор каждый по 5 долларов где-то. И на Бейнконце, и на Эбэе. Так что всем советую. И что вам еще могу показать последнее? Это, конечно же, лаки. Лайков у меня много. Но вот были именно те лаки, которым действительно тянулась рука чаще всего. И начнем, наверное, это с Риммль. Вот такой вот розовый лак. Очень я его люблю. Часто им крашусь. Вообще лаки Риммль, конечно, очень хорошие. С широкой кисточкой. А у меня 293 оттеночкой. Поп Рос. Отличный лак. Большой, кстати, вот это у меня объем. 12 мл. Очень его люблю. Дальше, дальше из ярких лаков. Чаще всего я пользуюсь таким вот от Essence. Стандартный, обычный красный лак. Очень красивый, яркий. Мне очень нравится. И также отличное качество. Вот. И такие пастельные оттеночки. Это вот такой вот у меня от Sally Hansen. У меня в каком оттенке? В 270-м. Очень такой красивый сиреневый оттенок. Часто им пользовалась летом. Единственное, я поменяла бы в этих лаках кисточку. Кисточка все-таки вот не очень люблю. Такие вот они обычные, тоненькие. Как вот у лаков Maybelline Colorama. Не люблю вообще лаки Maybelline. Вообще как-то никак они у меня... Вот. И последний, последний оттенок. И последний лак у меня это Catrice. Тоже вот такой вот на каждый день. Мне кажется, идеальный. Широкая кисточка. Очень лаконичный, красивый флакончик. Мне кажется, Catrice это самый-самый удачный и самый красивый флакончик. Не знаю, мне кажется, он очень красиво смотрится. Вот. У меня, кстати, в оттеночке... Каком он у нас? В оттеночке? 780-м. Вот. И последнее, что я покажу, конечно же, это мой незаменимый фаворит для лаков. Это вот такая вот база от Lumine. Я ее купила в Ривгоше. По-моему, стоила где-то 200 рублей. Девочки, присмотритесь. Это так называется укрепляющая основа под лак с кальцием и протеинами. Я наношу ее сначала... сначала я ее... Сначала я ее наношу, потом лак. И вы знаете, вот с этой основой лак держится 5-6 дней. И последнее, что я вам хочу показать, это духи. На самом деле, сейчас я пользуюсь духами от CELINE DEON. Я открыла их с новой стороны. Очень они мне нравятся. Постоянно ими пользуюсь. Шлейф такой красивый, вкусный. Красивый. Красивый шлейф. Вкусный шлейф. Очень-очень стойкий. Блин, я прям вообще не знаю. Я сплю и все время нюхаю, и на следующий день просыпаюсь, они все пахнут. То есть, очень стойкий. Но все же я хочу выделить один аромат, который... Который был фаворитом, наверное, лета, весны. Точнее, лета, осени. И вот зимой единственное, я его отложила в сторонку, потому что он кажется слишком легким для зимы. Это, конечно же, от Giorgio Armani. Очень мне нравится эта водичка легкая, свежая. Очень стойкий, кстати. Мужу моему очень нравится. Без ума от этого аромата. Так что, мне кажется, это очень-очень удачные духи. И с удовольствием к ним вернусь, наверное, весной, летом. Буду постоянно ими пользоваться. Ну все, девочки, это все, что я вам хотела сказать. Вот такие были фавориты. Вот такие у меня любимчики, наверное, из декоративки. Вот, все, девочки. Спасибо всем большое за внимание. Пишите, комментируйте. Оставляйте видеоответы. Мне будет очень интересно посмотреть ваше видео. Ну, из тех, конечно, кто снимает из блогеров.